Шансов попасть под самолет у Тетеревятника нет, потому что он летит практически вплотную землю. Низенько, низенько. Да. Расскажите, какие прелести еще вот содержание этого животного несут в себе? Ну, во-первых, ястреба, вот можно увидеть, она пыталась там сорваться с руки, куда-то улететь. Они холерики, им надо движение все время, постоянно что-то делать. И просто сидеть дома, она разрушит дом. То есть своими полетами, попытками улететь. Поломает себе оперение, в общем-то, и с людьми она дружить не будет. Она дружит со мной, потому что она знает, что мы с ней вместе охотимся и добываем еду. Ей это удобно. То есть она считает нас партнерами, так это... Вот идем, ловим вместе, она получает еду. Как домашний питомец совершенно характер не тот. Но это вообще не домашний питомец. Это не домашний питомец. Какой же это питомец? Это дикая хищная птица. Есть вот часто приходят охотники, я хочу себе ястреба, у нас там вот куропатки водят. Зайцы, зайцы водятся, мы всех переловим. Не переловите. До поимки хотя бы первой худенькой куропатки пройдет несколько лет после того, как вы заведете ястреба, и сможете что-то ловить. Потому что все-таки хищная ловчая птица, это в первую очередь даже и раньше в соколиной охоте использовалась скорее для зрелищности, чем для добычливости. И огромное количество вложения денег в это все. И содержание. То есть если у вас нет участка там с вольером, то содержать в квартире такую птицу, ну просто нереально. Опять же, вот их... Они же нечистоплотные. Они нечистоплотные, они живут на деревьях, им не нужно терпеть, чтобы сходить в туалет, поэтому они ходят там, где сидят. А причем вот именно ястребиные птицы. Таким отработанным жестом уже. Да, конечно. Это совершенно нормально, то есть она для ястреба, он постоянно так делает. Это характер такой. Размялся немножко. Ей надоело тут сидеть, она хочет какого-то там... Это самка? Да, это самка. Самки крупнее самцов, да? Самки у всех птиц крупнее самцов и прекрасно вот... То есть заметно, самец примерно на голову ниже, весит меньше. Причем это тоже сказывается именно на методиках охоты. То есть самцы очень хорошо ловят, но не крупную добычу. Они быстрее, они маневреннее. А самки за счет своего веса могут добычу у кого-нибудь отнять. Даже, да. Да, у того же там самца. Либо самца съесть, если он без добычи. Вот у них развит каннибализм у ястребов. Ну и зато с таким размером... Ну это на гнезде, наверное, да? Нет, не на гнезде, зимой. Зимой, да? Да, то есть своих самцов в паре они не трогают, в принципе. А вот чужого могут съесть? Ну вот ее размеры масса позволяют греть птенцов и защищать их от опасности. Поэтому самки крупнее. Да. И у всех хищных птиц, в принципе, так и у сов в том числе, да. То есть у всех хищных птиц самки крупнее. Именно по вот этим причинам главное. То есть самец должен кормить семью, а самка должна семью защищать. Вот разделение труда. Ну что ж, Ника, ваши питомцы немножко устали уже. Да-да-да, пора домой. Всем видом они нам это говорят. Продолжайте снимать ваши замечательные ролики, присылайте нам. Мы вас будем приглашать в гости. Спасибо вам огромное. С удовольствием. Ну что ж, друзья, продолжим смотреть нашу искрометную программу, искрометную порцию очередных свежих роликов. Внимание на экран. Внимание на экран. Ну а мы продолжаем. Что нужно попугаю Ара от сиамской кошки? Чем закончится схватка двух петухов под арбитражем семейства коз? А также современная версия собаки на сене. Поехали. Привет, Мурка! Стройная фигурка. Все лежишь?